Добрый день. Смари Армас. Добрый день. 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 из этих десяти для того, чтобы один человек стал донором все. Это обязательно. Для меня, знаете, что было открытием? Иногда и при частичной девять, если нет других доноров, то неполностью совместимых доноров тоже используют. Для меня было открытием, что родители, как правило, не являются донорами для детей, поскольку генотипы совпадают на 50%. Не как правило, а вообще всегда они совпадают, потому что это всегда 50%. Сестры, братья чуть побольше? Сестры, братья больше, вероятность, конечно... Ну, опять же, про вероятность. У нас был подопечный, у которого в семье было восемь родных братьев и сестер. Из этих восьми подошла только одна сестра, которую, кстати, потом он, к сожалению, отверг. И были вынуждены искать уже в международном регистре. Поэтому это тоже такая лотерея, да, здорово, если один брат или сестра, и он совпадает. Но вот бывают и такие ситуации, когда среди восьми только один совпадает. Я зачту пару сообщений, они пришли еще до эфира, но я хочу, чтобы слушатели присоединялись к нам. И, пожалуйста, пишите, если вы стали донором костного мозга, расскажите о своем опыте. Я вам зачту пару сообщений. Это вот то, что пришло до эфира, пока я анонсировала ваш приход. Анастасия пишет. Добрый день. Пару лет назад я сдала кровь на типирование, абсолютно бесплатное, и где-то через полгода прислали оповещение из Казанского реестра доноров, что я в нем. Я, в общем, очень надеюсь, что действительно смогу кому-то помочь. И Ольга пишет. Здравствуйте. 9 лет назад столкнулась с подобной проблемой у ребенка, и после этого я очень много стала интересоваться этой темой. Сама стала сдавать кровь как донор, и лет 7 назад сдала кровь как потенциальный донор костного мозга. Совершенно не страшная процедура, как обычный анализ крови из вены. К сожалению, в нашей стране очень мало информации о данной проблеме, и на самом деле большое количество людей могли бы стать потенциальными донорами костного мозга. Но люди даже не знают об этом и не задумываются, если их близкого не коснулась эта проблема. Поэтому спасибо, что приглашаете гостей, которые могут рассказать о проблеме лейкоза. Это Ольга нам пишет. Анастасия, а сколько вообще человек в регистре, в российском регистре доноров костного мозга? Сейчас в российском регистре, в совокупном, мы говорим российский регистр доноров костного мозга, понимая, что это совокупность нескольких локальных регистров. Сейчас больше 110 тысяч потенциальных доноров. Много это или мало? 110 тысяч, да? Кажется, что это очень много. Если посчитать население России. Ну, да, вот на 147 миллионов человек, и учитывая наше количество национальностей, это, конечно, ничтожно мало. Но при этом за последние 7 лет регистр российских доноров, он действительно растет семимильными шагами, и это здорово. Но, опять же, повторюсь, что на наши 147 миллионов этого недостаточно. Если мы будем сравнивать, ну, там, не знаю, небольшую страну Израиль, да, там 9 миллионов населения, там численность потенциальных доноров в регистре миллион человек. И поэтому, ну, конечно, вероятность совпадений будет выше, и находить донора пациенту будет, ну, скорость нахождения будет быстрее, да, почему это важно. Время играет роль. Меня еще удивила информация, что, как правило, для россиян подходят действительно доноры-россияне. То есть вероятность совпадений больше, чем, скажем, это доноры с какой-то другой страны. Ну, у нас очень хорошо еще совпадают, очень часто совпадают и с доноры германские. Ну, вообще, локальные доноры, да, всегда лучше, и, ну, их быстрее, быстрее находить. Чем это объяснимо, помимо того, вот именно совпадение, чем объясняется? Ну, это люди, которые живут долго, да, там, на одной территории. Подождите, для меня, например, люди, которые, я не знаю, живут в России, люди, которые живут в Германии, ну, в общем, одинаковые люди. Понимаешь, что геройте по-моему сразу? Да, много с Германией, да, было исторических пересечений, поэтому так часто, ну, встречается, ну, достаточно легко найти подходящего донора из германского регистра. Есть очень много, ну, это вообще удивительная, конечно, история, и очень много бывает так, что сразу находится до ста потенциальных доноров, да, какому-то человеку просто сразу в списке, да, в регистре. А бывает так, что, ну, там, донора ищут там по нескольку месяцев, да, и находят там одного, вот как я говорила уже про нашего, одного из наших подопечных с восемью братьями и сёстрами. Ему найден был единственный донор в мире из Южной Америки, представляете? Поэтому это всё очень удивительно, и как это происходит, и вот про как похожи эти люди, даже внешне зачастую. Это прям удивительно и здорово. А что, например, по гендерам? Я обратила внимание, почему спрашиваю? У нас много сообщений, все их написали женщины, кстати. Я вот сейчас обратила внимание, это в WhatsApp, то, что происходит по аватаркам. История, ну, я не знаю, женские, ну, женщине подходит донор женщины, или это не играет роль, женщина или мужчина в данном случае? То, что написали женщины, скорее всего, потому что женщины более активны, ну, в каком-то социальном, да, общественном плане, ну, по крайней мере, у нас в России. А как раз, если про гендер говорить, как раз доноры мужчины, ну, лучшие доноры, чем женщины, например, как бы это ни звучало. Сексистки, может быть. Считается, что самые лучшие доноры костного мозга, ну, это по медицинским показаниям имеется в виду, да, являются молодые мужчины от 18 до 25 лет. Елена нас спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где можно сдать кровь, чтобы стать потенциальным донором? Я предлагаю, Анастасия, ещё раз проговорить эту схему донорства. Итак, те, кто нас слушают и кто хочет попасть в регистры доноров костного мозга, изначально делаем что? Первое, второе, третье. Изначально узнаете в своём регионе, где можно сдать кровь на типирование. Это могут быть точки инвитро, либо это могут быть службы крови региональные. Это бесплатно? Да. Вы издаёте кровь на типирование, и вас включают в регистр. Дальше остаётся только ждать, будет или не будет такое совпадение, да, когда вы сможете, ну, действительно, это не какие-то, хотя звучит пафосно, да, немного, что реальный шанс спасти чью-то жизнь. Если вы находитесь в Москве, то я могу пригласить уже сразу, например, в рамках нашей акции Фонда борьбы с лекемией «Красный сентябрь» на площадке Умпной Москвы пройдёт... Пройдёт у нас 18 и 19 сентября пройдёт открытая акция по типированию, по пополнению российского регистра доноров костного мозга, поэтому вы можете прийти в Новотель по улице Киевская, дом 2, с 11 до 20 часов в эти два дня, пожалуйста, приходите. Служба крови гематологического научного центра работает, тоже можно узнать на сайте и прийти сдать кровь на типирование, чтобы попасть в регистр. Вы сдаёте кровь на типирование, попадаете в регистр, если действительно ваша кровь кому-то нужна, дальше вам перезванивают, и вы сдаёте какое количество крови, этап номер 2. Дальше, если происходит совпадение, то донор приезжает в клинику, его обследует, и после этого выбирают два варианта. Как можно заготовить костный мозг? Первый вариант, когда потенциальному донору дают специальные препараты, которые выгоняют стволовые клетки из костного мозга в периферическую кровь, Звучит вот это страшно. На самом деле, что это обозначает препарат, который выгоняет стволовые клетки из костного мозга? Это специальная таблетка, которая выгоняет эти стволовые клетки в периферическую кровь, а дальше донор садится в кресло, и это выглядит как процедура афереза, когда кровяной кровь проходит через специальный аппарат, где стволовые клетки оседают, остаются, а все остальные компоненты крови возвращаются обратно в кровяное русло человека. Сколько это занимает времени? Это занимает примерно полтора-два-два с половиной часа, и после этого пациента, не пациента, да, донора наблюдают ещё и отправляют домой. Второй вариант выглядит по-другому. Забирают из подвздошных костей под общим наркозом. Вот это определённое количество стволовых клеток, гемопоэтических клеток крови. Дальше к концу дня донора ещё наблюдают и отпускают домой. В обоих случаях наблюдается у донора такая ломота в костях несколько дней, как при гриппе, например. Но эти неприятные ощущения через неделю-полторы проходят. И надо сказать ещё, это тоже очень важно, что обе эти процедуры не наносят ущерба здоровью донора. И его количественные клетки, показатели костного мозга восстанавливаются через две недели, такими же становятся, как до донации. Я хочу подключить к нашему эфиру слушательницу. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. И, насколько я знаю, у вас как раз был опыт донора костного мозга. Вы попали в регистр. Надя, а вы решились почему? Потому что просто услышали и поняли, что можете кому-то помочь? Ну, я сама врач. Я знаю об этом. И плюс у меня была двоюродная сестра, которая умерла длительнее, ещё до моего рождения. То есть я на фотографии видела, знаю семейную историю. Но это было ещё в 80-х годах. Ну, как бы вот, зная об этом, подумала всё-таки, что надо как-то, если есть возможность, то помогать. Надя, спасибо большое. Спасибо вам большое, что поделились вообще. Анастасия, я вам скажу, что много у нас сообщений по поводу этой темы. Евгения из Москвы пишет, какие есть противопоказания для донора. Для донора это должен быть возраст от 18 до 45 лет. Не должно быть гепатитов, не должно быть онкологических заболеваний, психических заболеваний. Ну, в основном, ну, как бы, вот ключевые показатели, которые, ну, как таковых противопоказаний-то совсем уж и нету. Ну, возраст 45 лет, это просто потому, что вероятность совпадения, ну, как бы у нас регистр маленький, да, вероятность совпадения будет не очень велика, там, в последние, там, ну, если 45, там, до 50 лет, да, и, соответственно, ну, я уже говорила, что возраст влияет, да, на качество донора, как бы это ни звучало. Я поняла, хорошо, когда донор молодой мужчина. Ну, получается, что действительно так, что там большее количество совпадений. Хороший вопрос. Здравствуйте, подскажите, человек попадает в регистры навсегда? Я просто очень давно уже сдавала, и у меня есть даже удостоверение, мне нужно пересдать, чтобы снова обновиться в этом регистре. Нет, если сейчас слушатель не путает донорство крови и донорство костного мозга, там про удостоверение прозвучало, если вы находитесь уже в регистре доноров костного мозга, ещё раз пересдавать не нужно. Илона нам пишет. Добрый день. Как только я узнала про то, что можно стать донором костного мозга, я сдала крови и отправили материал. Дело было в 2011 году. И вот в прошлом году мне позвонили, что я кому-то подошла, но я уже не смогла участвовать, потому что за этот период переболела онкологией. Правда, если в истории есть онкология, то участвовать уже больше никогда нельзя. Я очень расстроилась, пишет Илона. Да, мы уже про это говорили, да. Эпилепсия, ещё спрашивают, является противопоказанием? Да. Анемия. Ну вот такая простая история, анемия нет. Ну, в любом случае, донора перед донацией обследуют и не будут делать, если есть какие-то противопоказания, даже какие-то локальные, именно вот в этот период времени, да. Ну, анемия, такая сейчас частая, мне кажется, история с низким уровнем железа связанной и так далее. Какие риски для донора при процедуре трансплантации, спрашивает наш слушатель. Я уже говорила, что сама заготовка не наносит ущерба здоровью донора, поэтому, ну, неприятные ощущения, которые будут наблюдаться на протяжении недели, полутора, может быть, двух, которые проходят. Очень хочется поговорить про встречу донора и рецепента. Мы вот об этом как раз поговорим через три минуты. Я напомню, у нас студия Анастасия Кафланова, директора фонда борьбы с лейкемией. Мы говорим о донорстве костного мозга, и у вас ещё есть возможность задать свои вопросы. Так что плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, три. У нас три минуточки вот этот рекламный блог. Мы остаёмся на Ютьюбе, на Ютьюбе нас слышно, и после этого где-то четыре минуты у нас останется. Так, про мероприятия Красного Сентября. Что-что? Про мероприятия Красного Сентября говорим. Да, давайте, давайте, ещё можно сказать об этом. Сдавал кровь на донорство, сообщение о включении в регистры не приходило. Как узнать, включили или нет? Я думаю, Александр просто путает донорство костного мозга, или как вы думаете? Нет, это может быть связано с тем, что просто ещё пробирки лежат, не успевают активировать. Очень плохо слышу вас, Мастер. Это может связано с тем, что просто ещё не протипировали эти образцы крови, они просто лежат в очереди. А как долго это типирование проходит? Ну, у всех по-разному. Это зависит от клиники. Мы не знаем, в каком городе и в каком городе. А давайте, кстати, поговорим об этом. Как долго занимает типирование, может быть, буквально минуточку. Это может быть, если большие, это зависит от того, есть ли реагенты в этот момент в клинике и так далее. Поэтому ничего страшного, они будут протипированы в любом случае. Я слышала, пишут слушатели, что можно вступить в регистр бескровным способом. Скажите, это правда и как это сделать? Это, наверное, забор букального эпителия. Давайте проговорим. Сейчас мы выйдем тогда из рекламного блока. Да, кстати, популярный вопрос насчёт бескровной истории, потому что ещё есть... Слышала, что для того, чтобы вступить в регистр, нужно не сдавать кровь, а сдавать мазок с внутренней стороны щеки. Про вот это, про эпителий, да, как раз вы говорили? А встреча у вас будет когда? Встреча у нас будет 16 сентября, и плюс ещё в рамках новых выпусков на YouTube-шоу «Хак-рак». И там и российский донор как раз, да, и российский пациент. Нет, ну вы удивляетесь, что, ну, конечно, мы же живём на одной территории, поэтому наши генотипы подходят лучше друг к другу. Ну окей, наверное. Но мне казалось, что, типа, европейский генотип, и там существенной какой-то разницы нет, например, между там Украиной, Россией и Польшей в этом отношении. Ну, у Польши хороший регистр. Большой, да? Да, да, да. Поэтому это зависит же тоже от размера регистра, вероятность совпадения. Сейчас продолжим. К сожалению, мужчины нам мало написали, и те, кто написали, спрашивают, сколько за это платят. И мы говорим про костный мозг, про донорство костного мозга, про регистр доноров костного мозга в России, который, в общем-то, небольшой. Сколько ещё раз, Анастасия? 135, да, по-моему, тысяч? Ну, больше 110 тысяч по разным оценкам. Интересный вопрос. Я слышал, что можно вступить в регистр бескровным способом. Скажите, это правда и как это делается? Да, да, да. Это забор букального эпителия, но это пока у нас в России не во всех лабораториях, не во всех клиниках можно делать. Но да, такой способ есть. Простите, возможно, пропустил Олег из Москвы. Молодой мужчина, который как раз это подходит, мне кажется, в категорию тех, у кого совпадает часто типирование. За это платят, спрашивает Олег из Москвы. Нет, это бесплатно. Донорство – это добровольная и бесплатная процедура, плохо звучит, да, но мероприятие, так скажем. Действие. Да, и во всём мире это так. И это про осознанность, про готовность помочь, и это бесплатно. Алексей из Твери, добрый день. Проходили процедуру пересадки костного мозга. Дело было в Германии в 2017 году. Взяли собственную кровь для донорства. Это оказалось намного проще и быстрее всем здоровья. Анастасия, хочу поговорить как раз про встречу донора и того человека, пациента, которому пошёл костный мозг донора. Это всегда очень трогательно и просто до слёз, когда встречаются два человека, один из которых, как мы уже сказали, добровольно принял такое решение просто помочь чужому незнакомому человеку. Вот у нас 16 сентября на площадке Благосфера, это будет трансляция ВКонтакте, будет встречаться наша пациентка Лена Потапова, мама троих детей, будет встречаться со своим донором. Они не видели друг друга. И заходите, смотрите. Это всегда очень трогательно и очень сильно, конечно. И плюс ещё у нас в преддверии Всемирного дня донора костного мозга 17 сентября и 24 сентября, Всемирный день борьбы с лейкозом при поддержке компании Токеда, будут выпущены два выпуска нашего YouTube-шоу «Хак-рак», где как раз наша ведущая Марина Бурыгина, равный консультант, и сама бывшая пациентка встретится с нашими подопечными Андреем Астаховым из Орла и Сергеем Татарским из Казани. Марина поговорит и с ними, и с их донорами. У них уже была эта встреча, и как раз спросят, как это вообще было, что сказали друг другу ребята при встрече. Ну, это всегда очень сильно, и это всегда очень много эмоций, и это всегда очень вдохновляет. Есть вопрос, который повторяется. Вот Настя из Санкт-Петербурга пишет. «Добрый день. Как узнать, состою ли я в регистре доноров?» Это информация в открытом доступе. Дело в том, что я сдавала анализ два-три года назад, но я не помню, чтобы мне присылали какие-то уведомления, что я попала в этот регистр. Ну, если вы можете написать службу крови той организации, где вы сдавали, той клинике, где вы сдавали, и задать этот вопрос, возможно. Анастасия, а как это по регламенту происходит? Тебе пишут только, когда твоя кровь подходит кому-то, или всё-таки тебе говорят, да, вы в этом регистре? Вот какой регламент? Сейчас, после того, как протипируют ваш образец, приходит смс-ка или на электронную почту, приходит уведомление, что вы протипированы и включены в регистр. Опять же, когда будет совпадение, с вами свяжутся отдельно по телефону, проговорят ещё все моменты и пригласят на обследование. Есть ещё вопросы. Есть ли возможность как-то обновить данные? Я сдавала кровью в 2012 году, и уже поменялась и фамилия, и номер телефона. Обратитесь тогда, опять же, в тот центр, где вы сдавали. Но в любом случае, там запрашивают ещё дополнительные контакты кого-то из родственников или друзей, с кем можно будет связаться. Итак, план, схема, если вы хотите стать донором костного мозга, он такой. Сначала вы идёте, и, например, в том же самом инвитро, бесплатно сдаёте кровь и говорите, что вы просто хотите попасть в этот регистр. Это шаг номер один. Либо в региональной службе крови. Региональная служба крови. Второй вариант. После вы всё-таки ждёте какой-то информации, что вас занесли в этот регистр, и дальше просто ожидаете, если ваш генотип действительно совпадает с кем-то, кому нужна ваша помощь. Да, вас пригласят. Анастасия, спасибо огромное. Ещё раз скажите ваш сайт, на котором всё это можно посмотреть и понять. На сайте «Лейкозу.нет». Легко запомнить «Лейкозу.нет». Можно зайти и узнать всю информацию о донорстве костного мозга и о всех акциях, которые будут проходить в рамках этого красного сентября. Москвичи могут прийти на эти акции и сдать кровь на типирование там. Пожалуйста, заходите. «Лейкозу.нет». Можете помогать нашим подопечным, которые сейчас ожидают трансплантации костного мозга. Это всегда важно, и эта поддержка очень нужна всегда. Тут, конечно, удивительная причастность действительно к тому, что ты помогаешь другому человеку. И, конечно, хотелось бы верить, что всё пройдёт хорошо, хотя тут тоже бывают разные случаи. И какая-то дальнейшая встреча человеку, которому ты помог, в этом есть прям такой высший смысл. Анастасия Кафанова, директора фонда борьбы с лейкемией. Настя, спасибо за эфир. Спасибо вам. «Серебряный дождь». Здорово. Спасибо. Спасибо. Спасибо.